Добрый день, уважаемые друзья, на связи с вами Серега, и сегодня с этого урока мы начинаем наше маленькое сайт-шоу, в ходе которого создадим интересный и захватывающий маленький сайтик на HTML5 и CSS3, используя там анимацию, шмоминацию и прочие интересные плюшки современного сайтостроения. Итак, обратите пожалуйста внимание, что в комплекте с сегодняшними занятиями ишла папочка MySite, именно в ней мы будем создавать наш сайтик и разместите ее где-нибудь в удобном для вас месте, чтобы вам было удобнее проходить этот маленький тренинг. Давайте мы откроем эту папочку и первым делом обратим внимание на вот эту картинку, которая нам совершенно не понадобится в ходе обучения. Для чего же я ее сюда, так сказать, поставил? Все очень просто, давайте я ее открою, так, 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 что тут, вот, вот тут открою ее, так, сделаю чуточку побольше. И для чего я ее поставил, это, так сказать, ваша будет внутренняя маленькая мотивация, то есть это то, к чему мы придем, если вы пройдете данное сайт-шоу до конца. То есть вот этот маленький шаблончик сайта у вас получится, сделанный с нуля, он будет вашими собственными руками. Посматривайте на его и помните, что если вы не будете проходить мои скучные, надоедливые занятия, у вас такой сайт не получится. Ну что ж, отлично, немножко пошутили, теперь давайте ближе к делу. Вот папочка images нам просто зверски пригодится, почему? Потому что здесь содержатся картинки, которые мы будем использовать в ходе обучения. Ну, к каждой картинке мы потом вернемся и рассмотрим ее более подробно. Теперь же давайте мы сделаем кое-что другое. Именно в этой папочке, рядом с папкой images, мы создадим сейчас два файлика, в которых и будем делать наш сайт. Итак, откроем редактор кода, как я уже вам обещал, я буду использовать Sublime Text 3. Вы тоже можете его использовать, я вам даже давал ссылочку на прекрасный видеокурс, который поможет вам его настроить и познакомить с этим чудесным, распрекрасным, раскрасивейшим, раз еще каким-то там редактором. Вот так вот. Итак, первым делом давайте мы создадим новый файл. Здесь это делается просто, нажимаем файл, new file, либо горячая комбинация клавишка trl plus n. Так, давайте я нажму new file, видим у нас появился файлик и теперь давайте мы его сразу же сохраним в кодировочке. Вот видим пункт save with encoding в кодировочке UTF-8. Вообще-то по умолчанию данный редактор и так сохраняет файл в этой кодировке, но, 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 но я решил подстраховаться, поэтому вам тоже самое рекомендую сделать. Итак, жмем index.html, точнее вводим, видим, слово в слово, пожалуйста, вводите, жмем сохранить и у нас появился файлик index.html. Теперь проделываем то же самое еще раз. Файл, new file, file, save with encoding и UTF-8. Чувствую себя немного дятлом. Так, и теперь здесь давайте мы введем другое имя, а именно stile.css. Так, жмем сохранить и вот, пожалуйста, у нас есть два файла, в которых мы будем работать. Проверим, вот они, видим, у меня появились в этой папочке и у вас все должно быть точно так же. Если у вас все это есть, тогда переходите к следующему уроку, с которого мы начнем интересную практику и создание сайта с нуля. Продолжение следует...